На франкфуртском автосалоне 2019 года китайская марка Хун Ци, то есть Красное Знамя, неожиданно выкатила заднеприводный гиперкар с композитным каркасом, подъемными дверьми и другими атрибутами из мира запредельных скоростей. Год назад пекинская пресса разузнала, что проект жив, а каждый экземпляр двухдверки будет стоить под полтора миллиона долларов. До сотни модель S9 разгонится за пару секунд, что неудивительно, учитывая мощность полторы тысячи сил. И вот очередные откровения, притом вполне официальные. В проходящем сейчас шанхайском автосалоне Кун Ци выкатила свежую итерацию своего гиперкара. Да какую? С дизайном авторства именитого Вальтера де Сильве. Этот 70-летний итальянец, на секундочку, до ухода на пенсию был шефом по дизайну всей группы Volkswagen. Уйдя на покой, де Сильва хотел заняться женской обувью, однако китайцы упросили Маэстро подправить стиль их грядущего мегапроекта. И де Сильва подправил так, что предыдущий вариант теперь кажется нелепым уродцем. За это производитель сановных лимузинов, коим является Хун Ци, должен быть чрезмерно благодарен, ведь некрасивый гиперкар никто не купит. И в плане техники ничего нового. Модели по-прежнему прочат гибридный привод, построенный вокруг 4-х литрового турбомотора V8. Вот только никаких сроков появления этого авто никто не приводит. Странно, не правда ли? Вот, пожалуйста, еще немного красоты. Если за океаном марка Линкольн свернула выпуск легковых автомобилей, то для Китая таки заготовлен новый седан. Его прообразом выступил концепт Zephyr Reflection. Эффектный, но пока далекий от серийного воплощения проект. Кому чувство стиля однозначно изменило, так это создателем шоу-кара Cybertank 300. Он вышел скорее карикатурным, чем агрессивным. Хотя создатели концепта явно брали за ориентир АМГ-версии мерседесовского Гелендвагена. Зато этой машины мы имеем возможность проиллюстрировать достаточно важную новость. В составе компании Great Wall появился пятый по счету бренд под названием Tank. Ему предстоит выпускать рамные внедорожники. В ближайших планах новоиспеченной марке выпустить 4 новинки. А пока единственным представителем будет Tank 300, которому вскоре предстоит выйти на российский рынок. Впрочем, это уже совсем другая история. КОНЕЦ